Дорогие коллеги, добрый день еще раз. Я хочу начать с того, что объясню, почему так названо сегодняшнее мое выступление. Дело в том, что несколько недель назад мы приступили к исполнению перевода нового девятого издания Анестезии Рональда Миллера. На самом деле это уже не книга под редакцией Рональда Миллера, новым редактором является Майкл Гропер. Рональд Миллер остался с автором нескольких глав. Книга очень существенным образом переработана, она осталась примерно в том объеме, в каком она была. И я надеюсь, она сохранит за собой роль ведущего руководства для подготовки анестезиологов и интенсивистов во всем мире. Но что меня поразило, в ней убрано достаточно большое количество глав, которые были в том седьмом и в восьмом издании, которые были предшественниками этого последнего, девятого. Ну и когда убрана глава по электрокардиографии, я это могу каким-то образом понять, потому что, в общем, как отдельный метод, отдельной главой, может быть, электрокардиографию можно не рассматривать, можно говорить об электрокардиографических признаках разных состояний, о которых идет речь в других главах. Но вот когда убрана глава по физиологии вегетативной нервной системы, огромная глава, я это, честно говоря, не очень могу понять, потому что мне кажется, что это, ну, собственно, наш хлеб, то, с чем мы работаем постоянно. Ну и когда убрано несколько практических глав, тоже меня это удивляет. Ну, например, оставлена глава по анестезии при роботосистированных операциях, при операциях, сделанных с помощью роботов да Винчи. Эта область активно развивается. Я немножко скажу об этом, несколько слов в конце. Но убрана глава, посвященная анестезии в лапароскопической хирургии. И когда я это увидел, я увидел, что как бы переводчик этой главы в новом коллективе останется без работы или ему нужно дать какую-то другую тему, я понял, что, наверное, все-таки во мне эта потеря вызывает какой-то внутренний протест. Мне кажется, что проблема все-таки существует, что здесь есть некие специфические сложности, специфические вещи, которые анестезиологу полезно знать. И я попробую в своем сегодняшнем сообщении это продемонстрировать. Ну, наверное, сложно найти какой-то другой вид хирургических вмешательств, какой-то другой вид хирургической техники и вообще медицинской технологии, который бы был сопоставим с эндовидеохирургией и с лапароскопической хирургией, в частности и в особенности, по темпам захвата мирового медицинского сообщества, по темпам внедрения в клинику. Посмотрите, только в 87-м году, за 13 лет до начала нового века, была сделана первая лапароскопическая холецистектомия. Частным хирургом в Марселе, Филиппом Муре, вот этим человеком, была сделана первая лапароскопическая операция, потому что все более ранние опыты, а цистоскоп в брюшную полость вводили, начиная с конца 19-го века. Это все было только диагностика, и диагностика лапароскопическая существовала много-много лет, в том числе и в нашей российской литературе, советской, об этом упоминания были. А вот после первой лапароскопической холецистектомии, ну прошло совсем немного времени, я прекрасно помню, что уже через 10 лет, по всему миру, включая нашу страну, хирурги не представляли себе своей жизни без лапароскопической оперативной техники, без лапароскопических операций, самых разных. Очень быстро стали делать операции большого объема, гастроктомии, проктоколоктомии, большие операции по-настоящему. Очень такой интересный пример, заслуживающий внимания. Ну, насколько эта хирургия заслуживает название мини-инвазивной или малоинвазивной? Отдельный разговор, потому что, да, объем хирургической инвазии, хирургической травмы, действительно резко уменьшается за счет того, что крайне экономный доступ, но инвазия другого сорта, и вот об этих специфических проблемах нам надо будет сегодня поговорить. Надо сказать, что в мире есть несколько книжек уже, не одна вот эта, посвященных специально анестезии в лапароскопической хирургии, но, к огромному сожалению, почему-то исчезла глава в Миллере. Не знаю. Как говорят авторам и редакторам, виднее, книга интересная, она осталась, крайне интересной и энциклопедической, но мне жаль вот этой темы, тем не менее, тем более, что мне пришлось в свое время в соавторстве с Дмитрием Александровичем Захаровым и другими сотрудниками нашей кафедры, с участием и в содружестве с кафедрой тогда еще Александра Евгеньевича Борисова, а ныне кафедры имени Монастырского нашего университета, тоже участвовать в написании таких руководств. Вот обложки этих книг нескольких поколений, где нам принадлежит глава по анестезии в эндовидео, при эндовидеохирургических вмешательствах. Что это за тема? Что это за специфика? На самом деле специфики довольно много, и начинается она с проблем с вентиляцией легких, безусловно. Эти проблемы отчасти создаются операционным положением, когда больной перемещается в положение с опущенным или поднятым головным концом, поговорим об этом. Создаются они повышенным давлением под диафрагмой, абсорбцией углекислого газа из операционного пространства, отдельная тема, потому что вот эта полярная молекула очень-очень проходимо, очень легко проникает через любые барьеры из-за высокой растворимости в тканях, в мембранах и в крови. Вот об этих специфических проблемах давайте попробуем поговорить в самом начале. Ну, операционное положение, как вы знаете, часто диктуется тем, что хирургам нужно, чтобы брюшные органы куда-то отошли от зоны операции. Если происходит операция, которую первый выполнил Филипп Мурей, если работают в верхнем этаже брюшной полости, то пациенту придают вот такое положение антитренделенбург. Обратите внимание, не надо путать его с положением фавлера. Положение фавлера предполагает сгибание тела в тазобедренных суставах, сгибание ног в тазобедренных суставах. А положение, когда мы просто перемещаем ровный операционный стол в положение головой вверх, это антитренделенбург. И для хирургических операций, как вы знаете, используется именно вот такое положение. Положение, которое не создает больших проблем с вентиляцией, надо сказать. Оно облегчает вентиляцию, но создает проблемы, как вы понимаете, дополнительные с венозным возвратом. А вот положение тренделенбурга усугубляет тот подъем диафрагмы, поджатие диафрагмы вверх, которое может создавать проблемы вентиляции легких, в особенности самостоятельному дыханию, но и искусственной вентиляции легких тоже. Положение тренделенбурга, безусловно, приводит к повышению работы дыхания, если это дыхание самостоятельное, по понятной причине, потому что пациенту нужно при сокращении диафрагмы поднимать вес брюшных внутренностей, прежде всего печени. Но и это не единственная проблема, не менее важная проблема, то, что происходит инверсия зон Джона Веста. Вы помните, что этот один из крупнейших физиологов современности, он, по счастью, жив, предложил, описал вот такую нормальную схему вентиляционно-перфузионных отношений, зависящую от того, что наши легкие находятся под действием вектора силы тяжести. И для кровеносной системы, для легочного сосудистого русла, поскольку оно заполнено непрерывной средой, оно представляется бы непрерывную среду, заполненную кровью, выполняется закон Паскаля. То есть в нижних, нижних по отношению к действию силы тяжести, а не по отношению к строению нашего тела, да, в нижних отделах легких возникает большее гидростатическое давление. Это гидростатическое давление может преодолевать повышенное давление, интраальвеолярное, например, при искусственной вентиляции легких, и благодаря этому осуществляется эффективная перфузия нижних легочных зон. Понятно, что в положении Тренделенбурга эти нижние легочные зоны становятся верхними, а верхними становятся те, которые были внизу. И вот здесь могут возникать проблемы, потому что нормальное соотношение, нормальные вентиляционно-перфузионные отношения, все-таки не рассчитаны на помещение человека в положении вниз головой. И таким образом, это одна из причин того, что мы сталкиваемся с определенными сложностями, с определенными изменениями в картине газа в крови, и таким образом имеем вопрос, которому должны уделять дополнительное внимание в этой ситуации. В то же время, как мы с вами говорили, положение Тренделенбурга создает большие возможности для притока крови к сердцу, а поэтому и для большего, лучшего заполнения малого круга. Поэтому я бы сказал так, что в положении Тренделенбурга расширяются третья и четвертая зоны Веста, и пережать малый круг становится сложнее, что нередко является положительным фактором. Это отражение того обстоятельства, что малый круг на самом деле мягкий, эластичный, растяжимый, большой круг более жесткий, и малый круг заполнен настолько, насколько он залит, раскрыт настолько, насколько он залит. Поэтому, когда мы заливаем добавочно малый круг из собственных ног пациента, это тоже приводит к изменению волимического соотношения в легких, к увеличению внутригрудного объема крови и, как результат, к расширению третьей и четвертой зон Веста. Повышенное давление под диафрагмой. Да, проблема. Проблема, связанная с нарушением механики дыхания, в особенности тогда, когда при лапароскопических манипуляциях и операциях анестезиолог старается сохранить самостоятельное дыхание. Такие ситуации в литературе встречаются. Достаточно посмотреть по хорошей базе данных, как это все описывается. Много таких работ. Происходит снижение функциональной остаточной емкости, или, как это называется, в приложении к случаю искусственной вентиляции легких, конечно экспираторного объема, как вы помните, эти величины являются количественным выражением антиателлектатической способности, антиателлектатического потенциала легких. И таким образом, снижение функциональной остаточной емкости легких, это всегда путь к ателлектазам. Всегда повышение вероятности образования ателлектаза, которая может потом реализоваться и в ателлектазе, и в послеоперационную пневмонию. Совершенно понятно, да? Вы помните, что функциональная остаточная емкость – это сумма остаточного объема легких и резервного объема выдоха. Того объема, который можно выдохнуть еще после спокойного выдоха. Ну, в условиях искусственной вентиляции легких, функциональная остаточная емкость формируется под влиянием, конечно, прежде всего, конечно-экспираторного давления, выбранного вами уровня положительного конечно-экспираторного давления, ПИП. Возможно формирование ателлектазов, возможны дальнейшие легочные осложнения совершенно понятные, но единственная страховка, которая у нас есть, и которой надо активно пользоваться, безусловно, это страховка в виде возможностей наших современных аппаратов, в том числе и наркозных, показывать нам механику дыхания. По счастью, сегодня не только вентиляторы хорошего класса, но и наркозная техника дает нам достаточно хорошую картину показателей дыхания, разделяя работу больного и работу аппарата, статический комплайенс и резистанс. И, глядя на эти показатели, безусловно, мы можем с достаточно хорошей точностью предсказывать ситуации, когда будут проблемы, и эти проблемы парировать. В частности, выбирать оптимальное ПДКВ. Ну, наверное, кто следит за нашими публикациями и докладами, знает, что мы сейчас можем пользоваться технологией выбора ПДКВ на основе мониторинга вентиляционно-перфузионных отношений, на основе мониторинга уровня диффузионной поверхности легких. Такое тоже возможно, но возможно и получение достаточной информации на основе анализа механики, как на этом скриншоте. Особые проблемы, особые ситуации создают случай, когда углекислый газ нагнетается не в брюшную полость, а в забрюшинное пространство. Ну, например, при операциях на почках или надпочечниках. Это особая ситуация. В этом случае механика дыхания намного более сохранна, потому что не повышается в такой степени внутрибрюшное давление, безусловно. Но здесь есть своя специфическая особенность. Проблема в том, что на пути газов, как вы сейчас увидите, вот эта картинка из старого анатомического атласа, замечательно показывает, что когда вы нагнетаете газ вот сюда, вот сюда, в забрюшинное пространство, на пути распространения этого газа нет никаких анатомических барьеров. Диафрагма остается спереди, и через клетчатку средостыния газ может свободно вдоль пищевода и аорты распространяться вверх, выходя через верхнюю апертуру грудной клетки на шею. Может создаваться медиастинальная эмфизема, в том числе в определенных ситуациях, напряженный пневмомедиастином, дающий клинику тампонады. И если такая ситуация возникает, то всегда есть и подкожная эмфизема на шее, которая нам позволяет понять, что эта ситуация возникла. Вот вся эта ситуация в целом получила название торакоцервикальной эмфиземы и многократно описана при эндовидеоскопических вмешательствах в забрюшинном пространстве, с созданием там газовой полости в виде операционного пространства для хирурга. Конечно, главные опасности это пневмомедиастином и тампонада сердца. Об этом надо всегда помнить. Хотя, чаще всего, карбо-ретро-перитонеум выглядит спокойнее с точки зрения гемодинамических и дыхательных последствий и эффектов для нормальной физиологии пациента. Возможно, клиника обструктивного шока. Я никогда не забуду ситуацию, когда... Ну, правда, в этом случае обструктивного шока не было, но, тем не менее, артериальное давление при измерении ушами, при измерении с помощью фонандоскопа, составляло цифру 150 на 140. Вот в таком именно случае. Пульс не пальпировался ни на одном сосуде, включая сонную артерию, но пульсоксиметр исправно показывал пульсовые волны и нормальную сатурацию. Ну, и как-то понятно, что начинать мероприятие сердечно-легочной реанимации при давлении 150 на 140 было как-то глупо, но хирургам был немедленно дан сигнал о том, что нужно сбрасывать давление. Потому что вот это типичное, типичное проявление пневмомедиастинома, который проявился, как он обычно и должен проявляться, распространенной подкожной эмфиземой сразу же, до волосистой части головы и до нижней трети предплечий на руках. Вот так это выглядит. Очень драматическая картина. На самом деле, если вовремя среагировать, то страшного здесь ничего нет. Важно просто, чтобы хирурги вовремя приняли меры в виде соответствующего дренирования через подкожную клетчатку. Если нужно, то необходимо дренирование средостыния через еремную вырезку. Без создания там вакуума, но созданием сообщения вот этих надутых газом клетчаточных пространств с атмосферой. Этого достаточно. В некоторых случаях в такой ситуации возможно газовая эмболия. В том случае, когда в забрюшинном пространстве создается достаточно высокое давление и имеются открытые просветы вен. В процессе операции образуются открытые просветы вен. Вот в этом случае такая ситуация возможна. Газовая эмболия, конечно, составляет очень серьезную проблему уже. Намного более серьезную, чем торакоцервикальная эмфизема, поскольку требует немедленных действий. И эти действия не всегда увенчиваются успехом. Напоминаю, что возникает необходимость перевода пациента немедленного на дыхание чистым кислородом. Особенную угрозу представляет закись азота, которая приводит к росту газовых пузырей. Необходима денитрогенизация для того, чтобы любые газовые пузыри быстро рассасывались по градиенту концентрации. Если есть возможность, необходим перевод пациента в положение по дюрану на левый бок с опущенным головным концом для того, чтобы газовый пузырь, расположившийся под створками трехстворчатого клапана, переместился в верхушку правого желудочка и таким образом разблокировал поток крови, дренирующий большой круг кровообращения, верхнюю и нижнюю полы и вены в легочное сосудистое русло. И если есть возможность, можно попытаться отсосать газовые эмболы через центральный венозный катетер, продвинув его глубже. Но эта рекомендация, хотя она перепечатывается из книжки в книжку, честно говоря, не совсем легко реализуема и нередко может представлять опасность, как вы понимаете, в том числе и аритмических проблем серьезных. Поэтому газовая эмболия – это большая беда. Надо стараться делать так, чтобы в зоне операции не создавалось отрицательного венозного давления. А это и от положения больного зависит. Вы помните, что газовая эмболия особенно характерна при операциях в сидячем положении на задней черепной ямке. Классический случай, да? Ну и от уровня венозного давления, конечно. Потому что если венозное давление, центральное венозное давление отрицательное при постановке центрального катетера, то вероятность газовой эмболии в зоне операции повышается многократно, как вы понимаете. Поэтому все эти факторы нужно принимать во внимание. Что касается абсорбции углекислого газа, вы знаете, вспоминая сейчас 94-95 годы, когда мы готовились к внедрению лапароскопической технологии на нашей кафедре факультетской хирургии и педиатрического института, я прекрасно помню, что мы именно этого боялись больше всего. Мы думали, ну как же это так? Надуть живот углекислым газом? Что же это будет вообще у нас с газами крови? Какая же это будет гиперкапния? Потому что мы прекрасно знали, что брюшина это огромная и великолепно адсорбирующая поверхность. И что же мы будем в результате делать с такими больными? На самом деле оказалось, что в общем все намного спокойнее, как вы знаете. Мы наблюдаем эффекты углекислого газа, эффекты умеренной гиперкапнии, причем прямой эффект гиперкапнии, это эффект, который проявляется, как вы знаете, тем, что больной становится розовым и теплым. Рефлекторный эффект, срабатывающий наиболее сильно тогда, когда больной находится на неглубоком уровне анестезии, когда не подавлены вегетативные рефлексы. Это эффект прямо противоположный, это вазоконстрикция для гиперкапнии, как таковой в глубоком наркозе типична вазодилатация, и больной будет теплый розовый. При неглубокой анестезии он будет становиться наоборот бледный и холодный в дистальных отделах конечностей. Это разные эффекты, и они зависят от глубины анестезии в значительной мере. К сожалению, большому, хотя было множество попыток создать эффективную альтернативу углекислому газу для образования операционного пространства в животе, к сожалению, до сих пор эффективных альтернатив нет. Чего только не пробовали. Ну, я вам скажу, что я испытал, в общем, это сам лично, когда наши хирурги, гинекологи, оперирующие, попросили меня во что бы то ни стало обеспечить им все-таки завершение операции лапароскопическим путем. Они обещали пациентке отсутствие разреза на животе. И ввиду неисправности инсуфлятора, я в качестве инсуфлятора использовал второй аппарат РО, который работал на надувание живота воздухом. Ну, вы знаете, я вам хочу сказать, это была середина 90-х годов. Поставили фильтры соответствующие, все мы, так сказать, сделали, сделали все максимально оптимально, как нам казалось, но эффект абсолютно наглядный. Это полное задымление брюшной полости, полное задымление операционного пространства при работе коагулятором. Вот это основное преимущество углекислого газа. Нет дыма. Когда происходит электрокоагуляция в атмосфере воздуха, это дым, дым, который мешает видеть. И хотя хирурги наши героически завершили операцию, и все было замечательно, и больная быстро выписалась, и все как обещали, но я увидел, что на самом деле воздух абсолютно негодная альтернатива, это очень неудобно. На сегодняшний день предпринято множество попыток создания разных механических устройств. Например, вот такая штука называется лапаролифт. Она вводится в брюшную полость, как вы догадываетесь, с сомкнутыми браншами. Внутри брюшной полости эти бранши разводятся, и после этого тот ассистент, который традиционно стоит на крючках, приподнимает это все, и таким образом создается операционное пространство. Но оно все равно должно чем-то заполняться, как вы понимаете. Вакуума там не будет. Поэтому чем оно заполнится? Ну, наверное, тоже углекислым газом, потому что если заполнится оно воздухом, за неимением СО2, то будут те проблемы, о которых мы с вами говорили. Поэтому на сегодняшний день ни закись азота, ни воздух, ни какие-то другие варианты себя не оправдывают. Азот, казалось бы, да, ну тоже как-то он не используется. Поэтому углекислому газу реально в мире альтернативы нет. Но, посмотрите, оказывается, что парциальное давление углекислого газа, близкое к атмосферному 660 мм ртутного столба в брюшной полости, создает всего лишь навсего добавку в 14 мл адсорбируемой углекислоты в минуту. В минуту. 14 мл. В то время, как нормальная продукция углекислого газа в покое начинается где-то с нижней границы 150 мл в минуту. То есть, ну хорошо, предположим, что это не 660, а 765 полное атмосферное давление, плюс еще там 12 мм ртутного столба в брюшной полости, да, давление, необходимое, собственно, для создания операционного пространства, ну пусть это будет даже 20 мл в минуту добавочно. Ну и что? Ну не 150, а 170. Ну не 200, а 220. Ну более чем 10% добавочной абсорбции создания операционного пространства с помощью углекислого газа не создает никогда. Поэтому в общем, обычно, да, на 10-15% поднимается уровень конечно экспираторного СО2, как мы с вами знаем, где-то через 15-20 минут этот подъем заканчивается. Но, посмотрите, что пишут наши коллеги. Если подъем конечно экспираторного СО2 происходит позднее 30 минут после начала инсуфляции, начинается подъем, да, вдруг, вроде установилось, а потом позднее 30 минут начинается или продолжается подъем, или этот подъем превышает 25%, четверть исходного значения. Подумайте, нет ли подкожной эмфиземы. А учитывая последние события в нашем городе, я вам добавлю, подумайте еще, нет ли начала кризиса злокачественной гипертермии, если вы работаете галоген-содержащими ингаляционными анестетиками, да. И об этом нужно помнить тоже. Поэтому чаще всего все-таки это большой сложности не создает. И наши ожидания были гораздо большими, гораздо более тревожными, чем оказалась реальность. Надо помнить о том, что капнограф, и именно капнограф, и только капнограф, создает полную гарантию безопасности. Если это связано только с абсорбцией углекислого газа из операционного пространства, вы всегда сможете парировать эту ситуацию, нормализовать ее, используя простое увеличение минутной альвеолярной вентиляции, сманеврировав частотой работы наркозно-дыхательного аппарата. И этого будет достаточно. Но надо не забывать о том, что всегда есть хвост после десуфляции, после того, как хирурги вроде бы сбросили давление углекислого газа в животе, вы должны помнить о том, что на следующее утро почему-то у оперированных пациентов болит, как вы помните, правое плечо, правое надплечье. Они жалуются на боль вот здесь. Почему? Потому что газ под диафрагмой. Это отраженная боль, опосредованная через нервус френикус. И вот из-за этого мы должны помнить, что остаточный углекислый газ остается. То есть, в принципе, продолжение абсорбции углекислоты возможно и после того, как хирурги провели десуфляцию, сбросили давление. Но поскольку в нормальных условиях углекислота только лишь способствует стимуляции дыхательного центра, я бы сказал, может быть, крамольную вещь, но скорее это добавочная абсорбция углекислоты нам на руку, раздыхивая больного, более эффективно, стимулируя дыхательный центр. Повышение пикового давления в дыхательных путях. Важный момент, мы видим это по манометрам наших аппаратов. Обычно это повышение давления при нормальном давлении в операционном пространстве, не больше 12 мм тутного столба, и при умеренном, умеренном, незапредельном положении Тренделенбурга не превышает 40%. Пиковое давление. Причина, конечно, снижение комплайенса легких и грудной клетки, а не рост сопротивления дыхательных путей. Это мы легко сможем увидеть и отдифференцировать, посмотрев параметры механики дыхания на нашем наркознике. Многие наркозники сейчас позволяют нам оценивать и петли, и параметры пассивной биомеханики дыхания, по счастью. В общем, в какой-то мере рациональной мерой противодействия этой ситуации является применение конечно-экспираторного давления положительного, это очевидный выход из положения, да, в рамках концепции легочно-протективной вентиляции. Вы знаете, что по современным подходам вентиляция легких должна быть легочно-протективной всегда, даже если вы вентилируете 18-летнюю девочку по поводу аппендиктомии со здоровыми легкими. Ну и рационально в принципе использование режима pressure control. Я помню, что из кафедры военно-медицинской академии еще в тот период, когда ею заведовал Юрий Сергеевич Полушин, вышла такая работа, посвященная преимуществам режима pressure control перед volume control при вентиляции легких во время лапароскопических вмешательств. На мой взгляд, совершенно рациональный подход, который оправдан в том плане, что при изменении ситуации в животе или положении тела больного не будут создаваться неконтролируемые вами, ну, посмотреть на манометр можно, конечно, но не заданные вами, не предусмотренные вами высокие величины пиковых давлений в дыхательном контуре. Оправдано, в принципе. Но опять-таки, помните о том, что наша современная техника дает вам подробные данные о механике дыхания. Не забывайте на эту механику дыхания смотреть и правильно ее интерпретировать. Гемодинамические проблемы тоже существенная вещь. И, конечно, говоря о проблемах с кровообращением, надо совершенно четко констатировать, что в основе их, ну, почти всегда, почти всегда лежат сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы. Не результаты лапароскопической операции и ее особенных условий, а проблемы с сопутствующими заболеваниями. Конечно, я, как всегда, готов отослать вас к замечательному руководству стелтинга и дирдорфа анестезия и сопутствующие заболевания, издателями которого сейчас являются уже не первоначальные авторы, а Роберто Хайнс и Кэтрин Маршалл. Насколько я помню, сейчас уже в обороте седьмое издание, а у меня есть вот это пятое. Выбор оперативного доступа безусловно влияет на гемодинамические проблемы, будет ли это лапароскопия, например, в качестве доступа к надпочечнику, пожалуйста, справа совершенно спокойно, да, можно из лапаротомного доступа это сделать, слева это можно сделать из лапаротомного доступа, особенно удобно, потому что нет печени, да, либо это будет ретроперитониальный доступ, когда газ нагнетается в забрюшинное пространство, как мы с вами говорили, гемодинамические проблемы меньше при ретроперитониальном доступе, но там есть свои особенности. Обязательно нужно иметь в виду и учитывать уровень рабочего давления, он очень сильно влияет и волшебную цифру 12 не рекомендуется превышать, у нас с вами несколько волшебных цифр, да, цифра 7, нормальный уровень физиологического дыхательного объема 7 мл на килограмм, цифра 12, нормальная величина, допустимая величина, предельно допустимая величина в обычных условиях давления в рабочей полости углекислого газа в миллиметрах ртутного столба, да, уровень рабочего давления. Обязательно смотрим на этот показатель, еще скажу об этом. Конечно, проблемы зависят от скорости и объема кровопотери, это совершенно понятно. Если используется положение антитренделенбурга, это положение приводит к относительной гиповолемии, как вы понимаете, когда головной конец приподнят, я могу сказать, что в моей практике был один-единственный случай, когда при двустороннем удалении надпочечников по поводу злокачественной феохромоцетомы у шестилетнего ребенка, я единственный раз в своей жизни до пережатия центральной вены, до клипирования центральной вены второго надпочечника, это на феохромоцетоме подключил катехоламины. Единственный такой случай был, потому что несмотря на манипуляции с опухолью, вот это положение антитренделенбурга, положение с поднятым головным концом, а меня хирурги просят, ну сделайте нам немножко еще, ну сделайте нам немножко еще, нам, нам неудобно, нам мешают брюшные внутренности, а какова моя реакция, я доливаю, да я понимаю, что ребенка доливать всегда не так опасно, как доливать взрослого, но тем не менее, я думаю, ну что же я буду его переливать такими объемами, я просто поставил катехоламины, до клипирования центральной вены, я никогда в жизни этого не делал до того, и надеюсь, не буду делать после, вот мне это четко запомнилось, это гемодинамические эффекты положения антитренделенбург, когда действительно венозный возврат существенно снижается, конечно, важен выбор анестезии, и если кому-то приходит в голову лапароскопические, торакоскопические, ретроперитониоскопические, если хотите операции проводить под центральными региональными блоками, это создает дополнительный как бы гиповолимический фон за счет механической такой симпатектомии, не механической, а наоборот фармакологической симпатектомии, да, ну и надо сказать, что во многих ситуациях у больных с выраженными сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистыми, операция вот в таком положении антитренделенбурга, да еще при высоком давлении брюшной полости, ну, может превратиться в острый опыт на выживание. Конечно, это бывает в основном в том случае, если неопытные бригады хирургические, которым требуется высокое давление, по счастью, сейчас это уже встречается редко, но помнить об этом нужно, этого ни в коем случае допускать нельзя. Что касается сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний, конечно, нужно заранее оценить риск синдрома малого выброса, нужно внимательно собрать анамнез и понять, собственно, что представляет собой пациент с точки зрения фракции выброса, с точки зрения сократительной способности, с точки зрения состоятельности клапанов, все это нам дает эхокардиография прежде всего, но в свое время мы широко пользовались, в том числе на операционном столе импедансной кардиографии, которая по заключению адептов инвазивных методов мониторинга гемодинамики не точна, но тем не менее позволяет нам отслеживать в динамике производительность сердца и с этой точки зрения часто бывает достаточно информативной. Хочу сказать пару слов о дооперационной функциональной оценке больного. Ну, конечно, замечательно, когда больного сажают на велоэргометр, смотрят при этом уровень его метаболизма, дают ему маску с метаболографом и со всеми делами смотрят, какого максимального потребления кислорода он может достичь, это все замечательно. Но давайте зададим себе вопрос, насколько соответствуют условия вот такого физиологического опыта, когда мышечная работа увеличивает венозный возврат, когда возникает симпатическая стимуляция в ответ на физическую нагрузку. В какой степени вот такая ситуация соответствует тому, что будет происходить с больным на операционном столе? Снижение венозного возврата в результате нагнетания газа в живот, снижение венозного возврата в результате положения Тринделенбурга, симпатолитическое действие общей анестезии и так далее. Вот на мой взгляд, все-таки дооперационное тестирование должно как-то моделировать, каким-то образом моделировать то, что будет происходить на операционном столе. Должно быть похоже на те стимулы, на те, как наши западные коллеги говорят, вызовы, которые испытает больной во время операции. К сожалению, про наше стандартное дооперационное тестирование этого сказать нельзя. Но вот сейчас завершена кандидатская диссертация Михаилом Георгиевичем Егоровым с моделированием, фармакологическим моделированием действия препарата в общей анестезии, который все, даже кетамин, снижают сердечный выброс. И мне кажется, что вот это один из путей. Мы должны пытаться моделировать реальные ситуации. Поэтому не велоэргометр, а скорее эсмолол в качестве фармакологического теста. И надо смотреть, что будет в ответ вот на эту ситуацию, которая похожа на реальную. Поэтому адекватность функциональных проб, к сожалению, проблема глобально нерешенная. Диперидамолталиевая эсцинтиграфия, это, конечно, замечательно, за которую в 90-е годы ратовал Денис Мангано, но что она дает? И ту ли информацию она нам дает на самом деле? Снижение венозного возврата большая проблема. На самом деле, это напоминает ситуацию, когда нижняя полая вена пережимается беременной маткой. В данном случае повышенное внутрибрюшное давление за счет другого создается фактор, но тем не менее. Исходный волемический статус очень большое значение имеет. Конечно, если перед вами недолитый больной, эти эффекты будут более грубыми, более яркими, безусловно. Очень важны параметры вентиляции, потому что если вы еще и вентилируете, стараясь пересилить то поджатие диафрагмы, которое идет со стороны живота, эффекты будут большими. Нужно обязательно смотреть на рабочее давление в животе, мы с вами еще об этом скажем пару слов. предел лучше до 12 миллиметров ртутного столба, лучше ниже 12. Если это 20 и больше, это уже начинаются достаточно серьезные проблемы, потому что, как вы легко увидите, вспомнив цифры центрального венозного давления в миллиметрах ртутного столба, на самом деле, это очень существенное препятствие для венозного возврата. Для артериального кровотока нет. Безусловно, артериальный кровоток продавливается при таких давлениях в животе, а вот венозный кровоток, венозный возврат ограничивается. Поэтому важно понимать реально соотношение давлений в животе, вот это самое давление в операционном пространстве и в правом предсердии. Забрюшинные вмешательства, как мы с вами говорили, безопаснее. В положениях Фовлера, которые используются редко при лапароскопии антитренделенбурга, создается в положении тренделенбурга, наоборот, вы этот риск гиповолемии можете нивелировать, но положение тренделенбурга это прерогатива гинекологов обычно оперирующих. Что касается кровопотери, надо сказать, что риск массивной кровопотери при лапароскопических операциях невелик, отчасти вследствие того, что как только начинается значительное кровотечение, обычно операция перестает быть лапароскопической, иногда анестезиолог настаивает на конверсии доступа, бывает и так, я с такими ситуациями сталкивался, во время операции обычно переливаем эмпирический объем, кровь переливается очень редко, вы знаете, во время лапароскопических мешательств, обычно во время операции изоволимическая гемодилюция, после операции мы эту изоволимическую гемодилюцию оцениваем и решаем, нужно ли нам чего-то добавлять, эритроциты по правилам, которые в общем я не буду сейчас повторять лишний раз. Мониторинг. Надо сказать, что затемнение операционной может создавать большую проблему в этой ситуации, хирургам удобно в темной операционной на ярком экране видеть, что они там делают, но это может быть проблемой для нас, потому что мы не видим цвета покровов больного и у нас затруднен обзор в общем-то, в принципе, поэтому пульсоксиметрии и капнография абсолютно обязательные методы мониторинга, но есть еще специфический вид мониторинга, которого нет при других видах операции. И еще один наш монитор находится там, где мы не привыкли искать мониторные параметры, на лапароскопической стойке. И вот эти показатели, вы видите здесь в данном случае рабочее давление сейчас 10,5, предел выставлен как 12,5. Вполне разумно. Выше 12 залезать не надо. Вот на эти цифры, вот на эту стойку, вот на эти цифры, которые на этом экране, обязательно надо смотреть, друзья. Не забывать об этом. Ну, а теперь по этапам. Да, предоперационная оценка. О чем нужно помнить? Нужно помнить о том, что переход к лапаротомии, конверсия доступа, частота его достигает 15% случаев, и поэтому будь готов к лапаротомии всегда, но это не просто лапаротомия, это лапаротомия с проблемами перед нею, потому что просто так лапаротомия не делается. В лучшем случае это невозможность выполнить оперативный прием, а в худшем случае это начало массивной кровопотери, массивного кровотечения, которое заставляет нас иногда, иногда нас побуждать хирурга к тому, чтобы переходить на открытый доступ, открывать живот. Это прием фоновых медикаментов. Друзья, не забывайте, пожалуйста, про волшебную фразу, которую мы учим наших клинических ординаторов. Бабушка и дедушка постараются вам все вспомнить, но они обязательно что-нибудь забудут, поэтому всегда говорите им волшебную фразу. Давайте посмотрим весь ваш мешок. И вот вы увидите вот такую гору лекарств на одеяле. Да, вы потратите на нее пару минут, но вы будете с лихвой вознаграждены, когда вы найдете всего-навсего конкор и всего-навсего тероксин. Ну, он хотел все вспомнить, но не вспомнил. Оказывается, эти препараты тоже в его набор входят или в ее, и, соответственно, мы их тоже должны иметь в виду. И особенно заболевания, по поводу которых они принимаются. Как вы помните, прием фоновых медикаментов в основном мы сейчас не ограничиваем, и мы сейчас в основном препараты продолжаем, особенно антиаритмики и антиконвульсанты и бета-блокаторы и статины, да, но есть исключения. Антикоагулянты, диуретики, ингибиторы, АПФ, препараты, которые обычно мы исключаем все-таки перед плановыми оперативными вмешательствами. Но понятно, что к вам могут привезти пациента с улицы, из-под трамвая, и вы вынуждены будете работать со всем этим набором, и, следовательно, должны знать пути выхода из положения, если все это он принял с утра перед тем, как попасть в ДТП. Обычные, обязательные исследования, ничего особенного здесь в предоперационной оценке такого пациента нет, как мы с вами знаем. Ну, а в плане проведения анестезии, моменты, которые нужно помнить, я бы начал с того, чтобы все-таки подчеркнуть эту максимуму, интубировать, интубировать. На мой взгляд, в подавляющем большинстве случаев проведение лапароскопических операций на самостоятельном дыхании, даже если ваши хирурги уверенно работают на рабочем давлении 10, большей частью не оправдано. Да, я видел такие работы, в том числе из клиник очень хорошего уровня, где лапароскопическая холецистектомия проводилась под высокой таракальной эпидуральной анестезией на фоне самостоятельного дыхания с великолепным мониторингом. Но у меня возникает вопрос, для чего хирург делает малоинвазивную операцию, малоинвазивный доступ, стараясь быстро восстановить больного и свести к минимуму риски, если мы, мудрые защитники больного от агрессора хирурга, применяем самые агрессивные из методов анестезии, с понятными рисками и побочными эффектами, от которых иногда немедленно нужно начинать больного лечить, например, вазопрессорами. И вазопрессорами лучше, чем объемом, кстати говоря. Зачем мы его заставляем при этом самостоятельно дышать? на мой взгляд, лапароскопия означает интубацию трахеи все-таки. Надежная фиксация к операционному столу, но не потому, что хорошо привязанному больному наркоз не нужен, как известно, а потому, что в результате требуемых хирургом эволюции больной просто может со стола сползти и упасть. Анестезия не должна быть опаснее, чем операция. Это к тому, о чем я только что говорил. Очень хорошо, между прочим, работает упреждающая аналгезия, вот это самое преэмптив аналгезия, когда вы вводите, ну, например, кетопрофен, небольшую дозу глюкокортикоидов, аминокапроновую кислоту, антигистаминные препараты первого и второго типа перед началом операционных действий. Вы можете добиться легко ситуации, когда эти лапароскопические и несчастные ранки болеть не будут вообще. Больной может восстанавливаться очень быстро после операции, что и требовалось. Конечно, короткодействующие препараты удобнее, безусловно, потому что от момента завершения основного этапа операции до момента зашивания операционных ран проходит иногда пара минут. Все. Собственно, если мы работаем длинными препаратами, мы можем оказаться в неприятном положении. Раньше мы широко использовали аденозин и аденозиновые аналгезии. Аналгезии с помощью аденозин-трифосфата хорошо, так сказать, достаточно хватало на наши нужды в этой ситуации при лапароскопических операциях. Ну, сейчас в эпоху, когда разрешено только то, про что в инструкции написано, что это разрешено, мы аденозином пользоваться перестали, хотя методика хорошая, на самом деле, как альтернатива терапиоидом. Очень важно после того, как хирурги ввели иглы и тракары, убедиться в том, что эти иглы и тракары находятся в правильном положении, в нашей клинике была ситуация, когда игла вериша была введена в брюшную аорту непосредственно при начале карбоксиперитонеума. Перед экстубацией обязательно нужно посмотреть, нет ли подкожной эмфиземы, и, следовательно, нет ли эмфиземы средостения, и, следовательно, нет ли ее последствий, не нужно ли дренировать подкожную клетчатку как минимум. Ну, и нужно помнить о том, что после операции будет боль в правом надплече, если операция проводилась, например, в объеме лапароскопической холецистектомии, это обычные тоже дела. Возможные осложнения. Газовая эмболия, мы с вами говорили об этом, внеальвеолярный газ в виде разного рода эмфизем, от интерстициальной эмфиземы легких до эмфиземы средостения, эмфиземы подкожной клетчатки, торако-цервикальной эмфиземы, да, пневмоторакс редко достаточно, обычно тогда, когда это торакоскопическая операция, и в этом случае обычно ставится дренаж, в принципе, артериальная гипотензия, нередкая ситуация, о причинах мы говорили, как справляться тоже понятно, нарушения ритма сердца могут быть, они могут быть результатом изменений волимического статуса, в том числе, и в том числе ситуации, когда вы вынуждены больного перелили, поэтому, как это ни странно, может быть, с точки зрения нарушений ритма, вовремя применить норадреналин лучше, чем больного перелить, тоже. Гастроэзофагиальный рефлюкс, об этом надо помнить, нужно помнить о том, что при операциях, например, на нижнем этаже брюшной полости содержимое желудка достаточно легко вытекает в пищеводы, в глотку, это может быть проблемой, но и в целом, конечно, нам надо избегать ситуации, когда лапароскопическое вмешательство превращается в такую манипуляцию, которая описывалась в четвертом путешествии Гулливера у Джонатана Свифта, где в одной из лабораторий академики, академии прожектеров в Лагадо собак надували воздухом то с одного конца, то с другого и смотрели, что с ними происходит. В чем заканчивалось, это не всегда хорошо, как описано у Свифта. В общем, это, к сожалению, на первом этапе мы это видели довольно часто, сейчас уже, по счастью, по мере накопления опыта это не происходит. Ну и завершить этот лапароскопический кусок я бы хотел замечательной фразой Стелтинга и Дирдорфа, которые говорят «Жесткое выдерживание целевых параметров витальных функций значительно важнее, чем выбор анестезии как таковой». На мой взгляд, это абсолютно правильно, в том числе и применительно к лапароскопическим вмешательствам, а поэтому прежде всего, друзья, да здравствует мониторинг. Мониторинг, который дает нам эту информацию. Ну и в заключении несколько слов «роботизированные хирургии». Вы знаете, когда мы переводили, а потом я редактировал главу, посвященную роботизированной хирургии, в седьмом издании Миллера, я поражался. Вся глава в основном состоит из описания различных роботизированных операций в самых разных областях хирургии. А в отношении анестезии там написано в общем то, что мне прежде всего сказал мой одноклассник, полный тезка Константин Михайлович Балонов, профессор анестезиологии университета ТАФТа в Бостоне. Он сказал очень просто. Ты знаешь, главная проблема одна в сущности. Когда вот эти вот штуки все устанавливаются вокруг больного, эти манипуляторы нередко осуществляют движение с достаточно большой амплитудой. И самое главное сделать так, чтобы никаким боком ни один из этих манипуляторов не мог выдернуть интубационную трубку и сместить коннектор. Вот это самое основное. Основной практический вывод. Посмотреть амплитуду движений манипуляторов и сделать так, чтобы ни при каких условиях невозможно была дислокация интубационной трубки. Но тем не менее, несмотря на то, что все это довольно все это довольно просто и легко, тем не менее, глава по роботизированной хирургии в девятом издании Миллера оставлена, а глава по лапароскопической хирургии увы убрана. Дорогие коллеги, я закончил.